Welcome, welcome, welcome. Я что-то тупанул. Выключил зачем-то запись трансляции. Можно было всё в одну общую пачку сложить. Ну ладно, не страшно. За FlyQuest вы проголосовали. Ну ладно, на самом деле вы за Алексича голосовали, а не за FlyQuest. Их будем досматривать с вами. Баны Пики начались. 1-0 ведут FlyQuest и показали жёсткую игру. Очень жёсткую. Такое, знаете, не молодое дешёвое порно, а такое прям вот жёстенькое. У Энвиков вообще не было шансов. Нинджа оказался так себе джанглером, ну как мне показалось. Вот моим взглядом показалось, что слил игру Нинджа, а не сетап команды Энви. Ну, придётся Энвикам сейчас на красной стороне делать Рокал бан, Рингар, Камил, Лебланк. А FlyQuest и забанили Казикс, Райза и Джейси. Отличные три бана, мне нравятся. Ну, Рокал с той стороны, да. Нормальный Рокал бан. Первый пик. Кого забираем? Твист от Фейта можно забрать. Но я думаю, они не будут пока Твист от Фейта палеть. И забирают Зайру для Лимонейшена. А я же совсем забыл, Зайра же он играет. Он же играл Зайру. Ребят, прошу прощения. У всех прошу прощения. Я совсем забыл. Зайру играет Лимонейшен тоже. Зайра Аша, это же то, на чём Клауд Найн играли весь сезон. Просто вообще все остальные чемпионы, они у него отсутствуют. Если вы зайдёте в его аккаунт и посмотрите Лигопедии, там будет написано, что Лимонейшен обладает абсолютным рекордом по количеству игр, сыгранных на Жанне. Это было в первых сезонах. Он был первый игрок, который взял топ-1 ладера на Жанне. Вот этот вот бородатый мужик это сделал. Вот такой вот знаменитый показатель. У Генжи, кстати, тоже есть в Лигопедии свои данные. Он брал Челленджера, играя на Аше без скинов. Там именно так называется. Играя только Ашу. И она у него была без скинов. Такие вот своеобразные данные. Хотя я не уверен, может быть, там он тоже какой-то топ брал. А вот у него про Жанну написано, топ-1 Жанна Америки. Конечно же, не мира, а Америки. Ну, просто других Жанн на серверах не было топ-1 никогда. Вот и всё. А Зайра Аша, это да, это старая очень добрая комбай. Я про неё забыл, поэтому извиняюсь, ребят. Я реально ошибся. Когда я называл, что он играет чистых саппортов и сказал, что Зайра он не будет играть, это просто позор мне. Всё. Закидайте меня деньгами за это. Ладно, что у нас там? Лисинпая забанили Энвики. Не хотят они играть снова против Лисина на Муне. Против Муна на Лисине. И Рексайку забанили. Двух Джанглеров забанили. Вообще трёх суммарно забанили Джанглеров. Но первые три бана это вынуждены от команды Энви. Сами себе они взяли Элизу. Элиза, Сират у нас на Маукае будет, и Аполло будет на Варусе. Команда Флайквест не меняет свой состав. То есть, Паук с этап всё такой же, только в этот раз основной Паук будет наносить не Варус, а Карма помогать. В этот раз будет Аша помогать, а основной Паук будет наносить Зайра. Ну, это я про Бутлейн имею в виду. А Каркач, как бы, он всё равно остаётся Каркачом. МФ-ка была забанена. Хороший мне нравится бан. Хакука мог на ней сыграть. Вот МФ-ку точно не будет Лимонейшн играть. Вот зуб даю, не будет Лимонейшн МФ-ку играть. Карма. Ну, Карма вообще-то проигрывает Зайре. Ну, ладно, Хакука решил на Карме сыграть. У Хакука очень хороший кто был. Вот вылетело из головы. У Хакука есть один хороший его чемпион. Он номинально на нём как раз и гонял. Не Карма Лилиета? Ну, по-моему, это была не Карма. Сложно это всё вспомнить, потому что парень ещё с челленджеров на ней гонял, а потом был неметовый этот чемпион. Но это была не Сарака. Ну, вроде бы... Хотя, ладно, не знаю, не знаю, не будем, не будем. А то опять сейчас что-то скажу, и потом надо будет извиняться за эти слова. Но Утилуса для Болса берут. Хотя в этот сетап можно было пикнуть сейчас Рамбла. Рамбл не забанен, и Маукай не такой страшный чемпион для Рамбла. Рамбл успеет дать свой проказ перед смертью. Но решили просто в чистого танка клау... Флайквесты сыграть, а не Клауднайны. А Мун забирает... Вот оно! Вот оно! Чем знаменит Мун. Грейвс, Лисин и Велинка. Вот они, чемпионы его. И он Грейвса пикает, и опять шикарный сетап у Флайквестов. И теперь понятно, почему Болс играет на танке, потому что они собирались играть с джанглером, монстром, демиджером. Тонна физического урона, тонна магического урона. И есть танк, который в этой игре будет заставлять себя танковать. А Энви у нас Алексу Мальзахара дают в итоге. Любопытный выбор. Действительно, любопытный выбор. Ну, я не говорю, что это плохой выбор, но просто как-то странно. Против Паука обычно стараются играть контроль магов. Большое спасибо за донат еще кому-то. И, кстати, предыдущему человеку, если там был текстик, не сказал. Сейчас, сейчас, ребят, я прочитаю сразу два доната, и я выключу картинку у вас ненадолго, не волнуйтесь. Это тот Ваня, что собирался на ком? Да, я собирался на ком, давным-давно это было. Еще два года назад собрали. Ну, ну че ж ты так, Зайра, не ошибайся. Так, закидываю мелочь. Сейчас закидывайте Капа Прайд стримеру, Капа Прайд вперед. Ой, не то. Вот эту картинку вам надо. Вы меня заставляете опять. Ну, тут просто игра еще не началась. Ладно, пойду прочитаю, что вы там еще написали. Что там еще? Что там, что там, что там, что там? Может, там миллион прислали? Миллион не прислали. Кстати, почему-то этот донат вообще не отобразился. Может, еще данных нет? Хм, странно. Этот донат почему-то вообще не отобразился у меня в Donation Alert. Ну и хрен с ним. Просто спасибо человеку за то, что кинул ничего мне. А у нас загрузочное окно. Кстати говоря, здесь надо паузу нажать, чтобы мы не промотались вперед. Вот, мы потом быстренько тоже поглядим. Две игры у нас одновременно. Одну мы в быстром повторе смотрим во время перерыва, а вторую игру, точнее, тогда уже первую игру, мы смотрим полностью и сосредоточенно. Следим за всеми передвижениями на карте всех игроков. И тут нам близорукий какой-то монитор включили для близоруких. Ни черта не было видно. О, прикольный скин на Элизе. Блядь Мун Элиза. Блядь Мун. А Мун у нас играет... Это, кстати, это намек. Возможно, нинжа намекает, что в крови будет Мун в этой игре от его Элизы. Каркадж здесь снизу, засел. Думал, он, что будет сейчас разменчик здесь. ПХП, стандартный разменчик. Но обычно здесь на первых левелах, до еще появления мопцов, Саппорт и Адекерри пытаются размениваться друг с другом. Ну, потому что тут обычно заканчивается в пользу одной команды всегда. То есть, либо одни задамажат очень сильно вторых, и, соответственно, выиграют первые три левела, либо другие задамажат, ну и, соответственно, тоже выиграют первые три левела. Нет такого, что они дамажат друг друга одинаково, и потом просто как дураки стоят без ХП и без маны. Обычно кто-то конкретно побеждает. Ну, вот даже сейчас, вы видите, вот конкретно победила команда Энви. Вот они победили сейчас этот размен. Но, правда, Хакука решил тупануть и подойти еще, поразмениваться, и уже вроде бы начинает Флай выравнивать этот размен. А Алекс против Хая. Хай тут же дает прокастик, но нам ампцы на него сагрились. И, мне кажется, Хай тут не в плюс себе разменялся. Мальзахар на меде. Давненько мы этого чемпиона на меде не видели. Алекс как раз, кстати, перестал играть в основе команды Ренегат, когда Мальзахар стал быть популярным на меде. Именно вот в тот период. Это было связано с тем, как раз таки, что Алекс на Мальзе мало играл. Тогда был Мальз, Кассиопея, Райз популярный. И если Алекс был, как бы, известный Райз-плеер, то Райз постоянно банился. А вот этих двух чемпионов Алекс вообще что-то не играл. И получилось, что Алекс ушел в челленджер команду. Опа! Хай приходится отфлэшиваться, отфлэшиваться Алекс. Это будет ФБ! Ребятушки, соло келл от Алексича. А вы думали? А вы думали, русский парень-то не так прост. Хай только мотает головой, говорит, говно, а не чемпион этот Мальзахар. Ну, на самом деле так и есть. То есть Мальз задал проказ свой, и дальше крабы начали просто увеличиваться в геометрической прогрессии. С одного превратилось два, с двух уже стало четыре, с четырех уже стало восемь. И тут-то его и сожрали, эти крабы. Так, конечно, в открытую размениваться с Мальзахаром нельзя. Его надо издалека паукать. Ну, Каркач огромный фарм потерял, много опыта потерял. И минус две Самунирспелла. Два Самунирспелла. Правда, все равно тяжело будет гангать Каркача, даже за Элизу и за его Валкирии. Ну, пока вообще Элиза нихерена не сделала, скажем прямо. Вообще ничего не сделала. Мун, например, его пока переигрывает даже здесь, потому что Мун успел на реке уже сожрать краба, убить за Грейвса. А Элиза туда приходит, только варды расставила. Какой смысл от этих вардов? Чувак, Грейвс уже показал, что он забрал этого краба, следовательно, Красный Лес это последнее место, с которого он будет гангать. Ну, как мне кажется, сейчас увидим, конечно же. По мне сейчас Грейвс просто забирает Рапторов и реколится. Все. Именно так сыграет сейчас Грейвс. Смотрим. Нет, я ошибся. Мун идет дальше волков фармить. Лемон, а про Кастик. Вынужден отфлэшиваться Лемон, потому что за медло пошло бы потом от Варуса, и дальше мог уже и не убежать даже с флэшом. Поэтому Лемон решил не рисковать и просто отскочить на Зайре. 500 голды преимущество команды Энви. Это чистый фэбэк, кстати говоря. И Алекс у нас чувствует успех в операции, поэтому купил себе Дарксил. Мун еще одного краба ломает. Четы Лиза совсем какая-то никакая пока что. С бэка ничего купить Лиза себе не смогла. А, еще и без ХП осталось здесь. Ну ладно, ладно, ладно. Бедно, у Альтека здесь проблемы небольшие сейчас на боте. Но в прошлой игре, напоминаю, у них тоже были проблемы, по-моему, флайда, да? Ну там тоже были небольшие, всего лишь 10 фарма отставания. Я думаю, честно, эта линия проигрывается сейчас не Лемонейшеном, а Альтеком. Альтек где-то, видимо, не доигрывает за Ашу, где-то можно ему урон нанести чуть больше по... Хе, любопытный вард стоит. Видите, Маукаевский вард вот здесь вот стоял. Мун зашел в кусты по этому варду и на контрганг он собирался выходить, что Маукаевский сейчас Болса вместе с Элизой попытается убить, но не получилось. Элиза в итоге выходит на хая и даже на хая не выходит, а тоже отступает. Пока мне эта Элиза не нравится, она вообще ничего не делает. Ну, может быть, на бот-ленд сейчас сместится? Нет, она просто потратила просветку из Красного Леса, и все. Ладно, ладно. Ну, я уже говорил, что Нинжа плохой джанглер. Будучи японским медлейнером, стал плохим джанглером. Люди, наверное, не понимают, почему я его называю японским медлейнером. Поверьте, он, он, он. Он японский медлейнер. Оп, Болс, забирайте мопсов, чувствуйте себя прекрасно. Купил себе второй Доран. Второй Доран себе купил и Сераф, но он еще смог купить себе два айтема. Но, правда, у него нету сустейна теперь, потому что фляжка есть у Болса. Болс на перспективу, так сказать, себе купил. Дольше, чтобы стоять на этой линии. Ну, а Моукай верит, что он за счет своих автоатак сможет отхиливаться, а мана у него не будет кончаться за счет Дорана. Ну, может, он и прав. Нинджа, ты будешь что-нибудь делать, или так и будешь просто приходить и сидеть в кустах? Такая кустовая Элиза, знаете. Элиза кустов. Бороздит просторы леса. В основном по кустам только бороздит. О, она нашла что поделать. Просто можно с линии тоже делать ганги. Можно, вот, например, у него сейчас весь Красный Лес апнулся. Абсолютно весь. Темп можно, чтобы не терять, а фармить Красный Лес тогда. Что, в общем-то, и делает Грейс. Грейс, например, сейчас Красный Лес фармит. После этого пойдет свой синий фармить. А Элиза просто пришла в Красный Лес оппоненты. Ничего там не найдет. Расставила ворды. Да, она готова инвейдить. Правда, я не знаю, будет ли это инвейд, или это просто были ворды сейчас расставлены. Но пока как-то вообще нет никакого джанглера у команды Энви. И даже то, что Алексич сделал в соло-килл на линии, видите, ни к чему не привело пока что. Более того, Мун тут же пошел и ворует Красные Лизы. Как шикарно этот парень играет. Я вообще Муна считаю одним из сильнейших джанглеров. Ох, это унижали эти ребят. Когда он был... Я вот не понял, в какой он команде был. По-моему, он был в Team Liquid, если я не ошибаюсь. Он заменил Авел Доминейта. Тогда как раз Авел Доминейта ушел на покой, и Мун был в этой команде. Потом был вот этот вот конфликт, токсичный конфликт с Муном. Мун ушел в другую команду, а Авел Доминейта доигрывала конец сезона. Он вернулся, так сказать, с перерыва. Ну, кстати, там повезло Авел Доминейту. Тогда мета как раз Грейвса и Рик Сайки была, и его это устраивало. Авел Доминейт любит Грейвса и Рик Сайку, и поэтому их играл. А Мун, хоть и обладал титулом лучшего новичка сезона, лучшего новичка сезона Сплита, там не весь сезон учитывался, а Сплит только, все равно, получается, был выгнан из команды. Ну и в итоге у нас что получилось? Да ничего не получилось. Вот Мун вернулся сейчас и показывает нам все такую же классную игру. В первой игре сыграл превосходно на Лисине, там Алексичи сколько раз он кидал в команду оппонентов, выпихивая его во время тимфайта. И сейчас Элизу полностью переиграл, у него уже есть хикс-дринкер. Он может с Элизой даже сражаться один на один, да он с Мальзахаром уже может сражаться один на один. И сейчас с Бека возвращается в свой красный лец, где стоят те самые ворды, которые поставила Элиза. А зачем она их тогда поставила? Я не знаю, ребят. Она пока стояла ворды, это Элиза, она спалила свое местоположение, из-за этого потеряла свой красный, потеряла контроль над своим красным лесом. В итоге Мун забрал, ну вы видите, 52 фарма на 35, и это учитывая, что... Опа-па-па-па-па-па, Мун будет пытаться здесь поймать кого-то. Он догадывается, что сейчас Синий отдает, но выкли... Улынет он в Олег сейчас. Синий нинжа в итоге забрал. Аликс такой приходит, теряет половину ХП, а еще и Синий ему не достается. Причем, знаете, это такая ситуация, где Аликс даже не увидел, как Синий засматил Элиза, потому что в этот момент он стоял в темноте Грейвса, Грейв скинул в него туман вот этот свой, и получилось, что Аликс этого даже не увидел. А представьте, как это психологически на вас давит. Вы, короче, идете с фулл ХП, доминируете свою линию, там, по фарму, сделали соло-килл, вам нужен просто синий баф, подождите, у нас здесь оллинчик, отфлэшивается Сират, потому что каркас туда смещался. Так вот, вы выигрываете вроде своего пацана на меде, идете к своему синему бафу, который вам Элиза там запулила, тут, по-моему, проказ делает Мун, на Грейсе вы такие, хоп-хоп-хоп, увернулись, пол ХП потеряли, думаете, ну ладно, ладно, хоть синий получу. Что? Даже синий не получу. Такой тролль-джанглер. Ой, это минус Элиза сейчас там будет. Не, Элиза встретилась с Муном, но у Муна Хекс-Дринкера, напоминаю, у нас сражение 2 на 2 на боте, и 1 на 1 в Трайбуше, Мун дает ульту, отпрыгивает, Алекс его цепляет, Мун, кстати, накосячил, он мог убить нинжу, и это минус 3 игрока команды Флай. Ошибка была здесь Муна. Мун мог убить Элизу, Мун мог задоджить Стану, у него был флэш, он позволил Элизе просто поставить вард в паучьей форме, это ошибка, ребят. Те, кто смотрят мои стримы, когда я играю на Элизе, никогда я не фэшчекаю кусты в паучьей форме. Это худшее, что можно сделать за Элизу, фэшчекать кусты в паучьей форме. Потому что вы заходите туда, и у вас нет ни краудконтрола, ни дэмэджа. Если вас там встречает кто-то, вы просто сразу же отлетаете. Поэтому всегда надо фэшчекать кусты, если вы хотите фэшчекать кусты, в человеческой форме, и во время этого запускать туда паука. Паука вы все равно не максите W. W нужна только, чтобы фармить лес. В тимфайте W почти не наносит никакого урона, поэтому вы туда его отправляете. W посмотрела за вас, отправили своего паука-суисайдера. И в идеале он должен был запустить туда паука, увидеть Грейвса, и сразу сказать пацанам, здесь Грейвс. Но он поставил вард, переуплотился, Мун не отфлэшился от стана, пошел воевать, не попал кушкой, и сейчас еще не попадет ультой. То есть, ну просто провалился Мун полностью здесь. И Лиза молодец, она классно задоджила кушку своим прыжком. Репеллом поднялась в воздух, кушка первая пролетела мимо, вторая тоже пролетела мимо, и Лиза приземлилась, дамажит его. Но дальше Грейвса ее все равно побеждала за счет Хекс Дринкера и Красного Смайта. Но итог вы видели какой. 0-4, 0-0 топлейнер, 0-0 второй топлейнер. А Мальзахар у нас 2-0-0 уже, но Алекс начал по фарму проигрывать Кракачу. Ну, Курки один из самых легких чемпионов для фарминга на миде. Наряду с Зиксом, наряду с Велказом они находятся. Если вы хотите взять просто фармящего чемпиона на миде, но при этом быть еще полезным, вот этих четырех я назвал вам. Еще к ним можно отнести Моргану. Тут у нас, у Серафа большие проблемы, и что-то чемпион мира вообще ничего не собирается делать. По вардам к ним ушли, он даже не пытался бежать в их сторону. Ну, потанкует немножко, отъешивается Мун, у Муна есть ульта. Ну, по-моему, должен Сераф умереть. Еще одна автор... Ха-ха-ха-ха, это нечестно. Это было нечестно, конечно. Ашовская ульта на пол экрана прилетает, и... Вы уже вроде бы даже почти убежали, и... Тут сложно было бы оценить, на самом деле, убежал бы Сераф или нет. У Муна еще был флеш с автоатакой, Босс делает телепорт, прилетает, ловят они Апола. Будет ли Босс кидать хоть что-нибудь? Босс пока просто бежит. Да, кидает все же. Хук цепляет его на Апола, оставляет килл в своей команде. Килл должен достаться, конечно же, Хаю. Хай получает этот килец. И небольшие проблемы у Энви начинаются, потому что они отдали вышку, отдали два килла, а в ответ ничего не сделали. Алекс бежал как раз на топ прикрывать, когда на меде здесь все это произошло. В итоге Алекс на полпути развернулся, побежал вниз, но не успел. А, Хакука Карма все же. Ребят, смотрите. Показывает все же, что это Карма, его мейнбл, про которого я говорил. Вот нам Риутов дают, что у него 3,7 КДА как саппорта, 7 побед, 5 поражений. Ну, Энви команда сама плохая по себе, у них очень мало было побед, поэтому не удивляйтесь, что вроде бы 7,5, и это крутая разве статистика? Победы, поражения, это другое. Главное на КДА, смотрите. У него в играх, которые они проигрывали, 3,7 КДА, это очень много. За Карму. Значит, это именно Карма была. Я вот на секунду задумался, что это его был чемпион или нет. Да, видите, это его чемпион. Мейны всегда решают, ребят. Я много раз об этом говорил. Даже на про-сцене мейны решают. Если вы какого-то чемпиона мейните, играете его, знаете его просто наизусть. То есть вы можете определить, вот смотрите на чемпиона оппонента, смотрите на своего. Вы уже сразу, весь наперед видите тимфайт, как он произойдет. Ну, не тимфайт, вот это вот, размен. Куда вам надо спелл нажать, чтобы повернуться от спеллов от оппонента? Как вам надо последовательность ваших спеллов прожать? Добьете ли вы его? Убьете ли вы его вообще? Вы все это уже знаете наизусть, потому что, ну, это ваш чемпион. И никто лучше вас не сможет на нем сыграть. Поэтому, ну, это решает всегда. Ну, вот Алексич, видимо, Мальзахара натренил и неплохо раздает сегодня. Всегда можно нового мейна сделать, ребят. Тут у нас был прокастик. Каркач расстреливает, подпрыгивает Элиза, уворачивается. По Элизе пошла ульта, которая задевает Алексича. Сераф разворачивается, пытается потанковать. Мун цепляется за него. У Муна нету больше ульты, но у Муна есть еще Ай, да, столько всякого говна на него налетело. У него были автоатаки, он мог еще пойти вперед, но, к сожалению, опасно, опасно там уже было дальше идти. Мун должен будет сейчас сделать Блэк Кливер за Хекс Дринкером. Вот, посмотрим, что он будет выбирать себе. Хай, я думаю, сделает такой же билд, как в прошлой игре, только вот Хекс Дринкер он уже собрал. Насчет Аши, она, видимо, Инфин, Рунан будет собирать. Обычно Рунан вторым собирает после БТ, то есть БТ просто берут. О, БФ, извините, просто покупают за 1300, а потом делают Рунан. Но здесь совсем все плохо. У Альтека пошло, поэтому он решил сразу в Инфин идти. Посмотрите, как мало фарма у него. Ботлейн был проигран вчистую, причем я не понимаю, кем. Мне кажется, Альтеком и был проигран. Может быть, Хакука настолько хорош, что он смог двоих там победить пацанов. Но если Флай проиграет эту игру, проиграет эту игру, я бы на их месте все же забанил тогда Карму. Карма очень неприятный чемпион на линии. А дальше он дает щитки. Ну и в данном случае щитки неплохо на Маукай заходят, неплохо на Элиза заходят. Вот Элиза, например, была спасена. Что у нас по Элизе? Кроме ромящих ботинок ничего плохого я не вижу в ее билде. Красный Смайд, конечно же, нужен, чтобы сражаться с Муном. Маска собирается, но я думаю, до конца не стоит ее делать. Стоит сейчас переходить в Рулай, либо даже в Абисал. Абисал здесь нужен. Объясню, почему. Очень много урона в Элизу рандомного будет заходить от Зайры, от... Подожди, тут Каркача ловит, Каркач Валкирию прожимает, пытается его вернуть от... Увернуться от Стана не получается увернуться, приходится отфлэшиваться уже. Ну, флэш сняли, это уже хорошо. Хотя, я вот так смотрю, у него был Хекс Дринкер, был уже Фейдж. Я про то, что, может быть, он даже выжил бы, мог и не флэшиться. Войнушечка, Войнушечка будет. Наутилус нажимает телепорт, но очень долго сюда будет идти. Мун попытался поиграть с Майд Войну, но не дали ему добраться до Дракона. Его убивает, Зайра дает ульту под трем игрокам. Босс только сейчас пришел, как же далеко он прилетел, ребят. А я сразу сказал, что он очень далеко прилетел. И команда Флайв не смогла добить игроков. Посмотрите, как много ХП было снято. На самом деле, по урону, мне кажется, даже Флайв победили. Победили здесь. Они четырех игроков сняли 90% ХП. И только Маукай никто не фокусил. Ну, кроме Аши в самом конце, когда Маукай на нее сел. Четырем игрокам они сняли реально 90% ХП. И победить все равно не смогли. Файт почему? Ну, потому что с фокусом проблема была. А с фокусом была проблема из-за того, что у них чемпионы такие. Они АОЕшники. Корки АОЕшник, Грейвс АОЕшник, Зайра АОЕшник. А на Утилус, который должен был потанковать за Муна вот этот вот прокаст, его не было сразу. А, он кушкой не попал. Вот она, ошибка Болса. Он прилетел, кушкой не попал, и все. И ульту он вообще не дал, кстати. Что за фигня? Болс, ты чего? Блин, Болс так ужасно сыграл этот файт. У него и флэш еще был. Мог просто флэшнуться внутренне, дать ульту по трем игрокам, потом только кушку кидать. Так можно было вообще по-другому провести файт за Болса здесь. И, возможно, флэе бы выиграли тогда его. А так, а так, все, никак. А так, никак, ребят. Ой, минус корки. Он Валкирию только что потратил в стенку. Да. Это было не очень. Он эту стенку пытался преодолеть, и криво потратил свою Валкирию, в итоге просто в стенку врезался. Минус хай. Болс в этот момент тут подпушивает ботлейн. У Болса нет телепорта, у Серафа теперь тоже нет телепорта, он со спины прилетел. Так хай, кстати, еще мог бы убежать, ну, по крайней мере, мог бы флэш снять Серафа, если бы потратил нормально Валкирию. Ну, а Мун, добившись вроде неплохого преимущества над Элизой в лесу, видите, не смог реализовать это все. В том трайбуше нинжа переиграл по механике Муна, и все, вот она победа. Но победа еще пока не в игре, победа пока в мидгейме. Мидгейм продолжается, тяжело, конечно, на него смотреть, когда у Флайф видишь, что Аполло уже собирает второй айтем, а здесь еще даже первый не закончен, а Каркач даже до 30 форс на 20 минуте еще не дошел. По-моему, самый богатый все равно грейкс у команды, а Флайф сейчас. Хай у нас на ульте, правда, некуда будет ее тратить, но взял ее, чтобы она не лежала там просто так. На самом деле, вы можете не брать ее, если вам она прямо сейчас не необходима. Дело в том, что она откатывается после того, как вы ее берете, то есть нет такого, что вы ее возьмете раньше или позже, и, соответственно, откат будет раньше или позже. Откат будет всегда через 6 минут после того, как вы ее взяли. Пошла! Улын от Хай, у Хай была ульта, и это не рассчитали Энвики. Очень много урона сейчас от Хая зайдет. Нинжа точно умирает здесь. Сказал я, и Грей все же его добивает. Я хотел сказать уже, что он не умирает. Сераф танкует, но никого теперь нет. Вот опять, вот Серафа какая-то проблема, по-моему, по танковости. Он всегда танкует тогда, когда никого нет из его команды. В итоге Сераф скорее всего сейчас умрет. Нет, Карма дает ему щиток, и он остается в живых. Размен килл в килл. Нет, килл в... Ничто, кстати говоря. Я почему-то посчитал, что умер здесь Альтек, но он остался в живых. Вот он. Он там отфлэшился, видимо. Да, он отфлэшился, и хилл поражал даже. Его там просто единственного, кого поймали с другой стороны, когда все ворвались... Когда ворвался Маука, и все начали его убивать. Но Альтек остался в живых. Ну, что, нормально. Флайм это только на руку. То, что они, будучи позади, провели файт, который выиграли. А ведь они его выиграли, потому что вышку там сейчас снизу, Альтек еще бьет. Смотрим еще раз. Болса бьют, но он танк. Алексич, не самая, наверное, лучшая ульта, но я все же за эту ульту. Проблема в том, что Варус не попал ультой сейчас. Карма не может прийти в файт. Вот видите, они отключены здесь. Сейчас Маукаи влетает. А, Альтек... Нет, наоборот. Это Хая с этой стороны оказался, а не Альтек. Альтек-то здесь воевал. Это Хая здесь почти убивали. Вот, вот. Я просто видел, здесь с этой стороны кто-то был. Почти умирал. И... Щиточек, да, Кармы спасает Серафа. Болс, кстати, опять тимфайт провел ужасно. Смотрим на дэмэдж. Альтек вообще не нанес никакого урона. Ну, примерно как я и думал, так и есть пока что. Альтек начнет наносить урон, когда у него хоть один айтем появится. Пока, конечно... Ну, желательно два. Честно, конечно, он вообще пустой. А Корки добрался до Тринити Форс. Вот вам и урончик. Пошел. Хотя в тот момент у него еще, по-моему, Триньки не было. Но у него была ульта. Не забываем об этом. Как раз самый неудачный момент выбрал Алексич, чтобы ультить в Наутилуса, когда нету вижена на оппонентов. Ух, ульта аж и мимо. Аполло увернулся. 4-1-2. Аполло, и если ему дадут нормальный тимфайт, а не тот, где он стоит и сражается с крабами Мальзахара. Хотя крабы Мальзахара это из его команды, но выглядело именно так. Но там, на самом деле, ростки Зайры стояли. Просто он со всяким говном должен был сражаться. Если такого файта для него не произойдет, еще одного, а произойдет более нормально, я думаю, он разберет всю команду Флай за несколько секунд. У него уже фантом к его Эссенс Риверу собран. Видите, он выбрал немножко другой айтем. Обычно делают... Ну ладно, поглядим. Он делает Блу Билд. Блу Билд Аполло. Вот он просто голубой билд сам по себе получается. Ласт Виспер тоже немножко голубоватого цвета. Сейчас Ласт Виспер соберет. Раньше голубой цвета лук как раз и был. Ласт Виспер был. Мне так, кстати, картинка больше нравилась, чем нынешняя. Я понимаю, что им надо было Риутам сделать две картинки новых, потому что они два разных Ласт Виспера сделали. На Дрейка смещается Энви. Не везет им с Дрейками на дэмэдж, но есть Дрейки по объектам. И Дрейк теперь Оушен добавился, который, честно говоря, вообще не нужен Энвикам. Потому что у нас Варус не собирается поукать, я так смотрю. А у остальных игроков с Маной вообще не будет проблем. Кушка. Ну, я смотрел, Варус, он что-то вообще урон не наносит. Но Лемона поймала Маукай, и вот туда-то урона много вошло. Альтека ловят, Альтек ультует слишком поздно. Минус два игрока, Болсы теперь цепляют. Пытаются нанести очень много урона команда Флай, но урон-то наносится, но наносится в Серафа, а Сераф у нас на Маукае. Алекса, кстати говоря, все же убивает. Вышка на него переключилась и убила, потому что очень далеко Сераф ушел из-под вышки. Хай здесь остался один, но он перепрыгивает, бьет по красному бафу, но зря он по нему ударил, он хотел его сагрить, чтобы тот его прикрывал от разных кушек. Неудачно Хай нажимает на шишечку и прыгать не в ту сторону. Минус 4 игрока за одного Алекса, и то с Алексом это было просто не везение, потому что на Алекса сагрилась вышка в последнюю секунду, и Грейвс его добил ультой. Ну, вот сейчас Варусу дали пострелять, обратите внимание. Маукае цепанул Зайру, ой, тут Босс фэйсчекал, кустики, но не забирали на Шора Энвики. Почему-то, кстати, я не знаю, почему они не пошли забирать на Шору. Там про Маукае и про Наутилуса комментаторы говорят, что эти два чемпиона могут вообще все, что угодно сейчас делать в этой игре. Им умереть практически невозможно. Но Маукае так и сделал, он просто в наглую увидел Зайру, впрыгнул в нее и дальше шел наперед и танковал вышку до того момента, пока не вышел из рейнджа вышки и тогда Алекс погиб. Бедняжка. Вышку не получится здесь сломать. Хочется сломать, но не получится. А Босс пофиг, он влетает в нинджу. Пошла ульта Варус в ответ. Ульта Ошиб почему-то не вошла, но в итоге она вошла сейчас. И Флай такой, знаете, отжали и киллы ушли. Как бабки отжали и быстренько свалили. Причем все четверо свалили. А не, Муна решил остаться. Ладно, ладно. Муна говорит, ладно, я останусь, пацаны. Я не участвовал в отжатии этого килла, поэтому могу с вами посидеть. У Хая просто ульта, на самом деле. Хай бы хотел что-нибудь с ней сделать, но здесь битвы не будет сейчас. Закончится ульта у Хая скоро. Она держится, если я правильно помню, минуту, да? То есть вы где-то секунд 10 летите на линию, и потом у вас как раз от 20 до 30 секунд, чтобы что-то с ней сделать. Потому что 10 секунд летите на линию, 10 секунд соображаете, что здесь произошло, ну и плюс мопцов надо убить еще, которые на вашу линию подошли. Вы же бэкались до этого. И вот у вас остается там небольшой интервал, чтобы что-то с этой ультой сделать. Самые идеальные варианты, конечно, ой, Хая опять ловят. После этого Маука его цепанет. Анлаки. Второй килл для Маукая, но вышка при этом упала на миде. Не волнуйтесь, Хай в тильт не войдет, этот человек столько раз умирал в играх уже. Лол, а куда они делись? Это так смешно выглядело. Они вроде там только что сидели в кустах, потратили просветку, их нет. Фэйсчек, минус Хакука. Очень быстрый, босс начал танковать. Это очень хороший момент сейчас для команды Флай. Пошла ульта, Мун идет дальше убивать. Муну никто не будет сейчас мешать, что Мун сейчас будет творить. Это 2 кила уже для Муна. Серата решает разобрать Флай, потому что Серата достаточно танковый и дэмэдж есть у Маукая. Все же таки по слабым целям не получилось его убить. Вытанковал он таки урон. Мун побоялся 1 в 3, хоть и был там 1 в 3, он побоялся влетать, хотя у пацанов там было очень мало ХП. Неужели не пойдут на Нашора? Ну и Лиза мертвая, Серат без ХП и без телепорта. Редемшн летит, наносит небольшой урон, но это все ерунда. А Хай у нас ловит Алексича. Алексич опять фэйсчекнул, ну то есть опять я имею ввиду не Алексич опять фэйсчекнул, а команда Энви фэйсчекала первые кусты и Алексич те же кусты фэйсчекнул, только на этот раз там оказался. Ух, тут кстати чуть Нашора не украли, у Муна не было смайта, в этом проблема была, я даже не обратил внимания. Давайте смотреть еще раз. Хакука не кинул кушку в эти кусты и его поэтому убили. После этого Болс танкует, Наутилус не успевает прилететь, ой, Наутилус извините, танкует, а Сират на Маукай не успевает вовремя прилететь, прилетает, но уже слишком поздно. И вот эти два битых игрока, мне кажется, Мун мог идти за ними и убивать их, вместо того, чтобы помогать вот этой троице убивать Сирата. Напоминаю, что Корки был все еще мертвый, вот сейчас только Корки воскрес и летит на свою линию. И обрадовался это, видимо, после того, как он убил Алексича, который хотел, ну, у него много паука у Алексича на таких вот узких пространствах. Теперь у нас Энви устраивает ловушку, но, правда, эту ловушку фэйсчекает Боллс, Боллс оцепляет, Сират хочет куда-нибудь пройти дальше, но не получается, Зайровская ульта, подкидывание Алекса, двойное подкидывание, минус Алекс. И Сирата сейчас, походу, убьют, правда, там до Альтека добрались, но Альтек флэшится к своей команде и получается все это время, пока танковал бедный Сират, они даже не смогли убить Альтека, самого слабого игрока команды Энви. Сирата убили, два раза его убили. Какая чушь от Энви творится. Без Алекса у них не было урона почему-то, хотя Варус должен был дамажить, но Варус забил на это дело и сказал, давайте убьем Альтека. Альтек флэшнулся к своим пацанам и все. А Маукай не может один в пять там стоять так долго. Плюс не забывайте, Барон Бафф все же дает еще поднятие статов, больше Абилити Пауэр, больше АД у вашей команды и небольшим отставанием хотели воспользоваться Энви, хотели ловушечку сделать, ну, небольшое отставание у Флаев было по айтемам, но этого теперь уже нет и по-моему это выкинутая игра, ребята, выкинута она на Вижене, честно сказать, на Вижене. Даже сейчас мы можем видеть, как много пингвардов тут стояло. Ну, давайте посмотрим весь файт. Альтек занял не очень хорошую позицию, но дал ульту в Сирата, подкидывание, минус Аликс, Альтек здесь заходит и все, и вот эта троица переключается на него. Вместо того, чтобы убить Муна, попытаться найти какую-то там еще слабую цель, Лемон Нейшн бесхэповый, Босс, посмотрите, какой битый остался. Вместо того, чтобы эту часть команды убивать, они решили убивать Альтека. С одной стороны, это правильно, но с другой стороны, если Альтек и так нас не дамажит, представьте, сколько Альтек нанес урона в этом файте. Он меньше Зайры и Грейса нанес урона. Элиза вообще ничего не нанесла, и это смазкой. Быть со смазкой и не нанести вообще никакого урона. Ужас. Аликсу, да, не повезло, там комментатор говорит, что очень мало Аликс нанес урона, но на Утилуса ульта в Аликса влетела, и проблема. Тут Босс начал танковать, под вышкой, отфлэшивается Босс, останется ли в живых, остается, а вот у Сирата проблемы. Теперь по нему пошел Улэнчик, влетает Нинджа, делает один килец, и тут что творит Хай? Боже ж ты мой. Правда, Грейс все киллы забирает, но это сделал Хай, ребят. Аполло остался единственный в живых, но он не сможет там воевать. Хай был опять с ультой, и я этого даже не заметил и не приметил, а Хай-то приметил. Мне кажется, команда Энви это не приметила. Босс впитал все ульты, которые были у команды Энви, остался в живых за счет флэша, и после этого ответочка пошла. Опс! Кушкой-кушкой убили Грейса, кто не заметил. Еще одну кушку кидает Аполло, но Хай ставит на место этого дерзкого Варуса, который дерзкий Варус кидает с кушки и убивает Бородача, Усача, извините, а не Бородача, Усача Сигареты, и это 2-0 в пользу команды Флай, или нет. Ну ладно, не получилось закончить. Еще пока не получилось закончить, бедного Болса скорее всего убьет, и Лизе килл должен достаться. Что она делала? А, она дальше побежала. Слышь, так Болс сейчас убежит, и Лиза, надо его добивать. В итоге Хакуко достается этот килл, ну ладно. Покажите, пожалуйста, как Хай в соло убил всю команду. Ну ладно, там Грейс тоже помогал. Что произошло? Давайте. А, не вся команда еще здесь была, когда произошел Ол-Ин. И Лизы не было, поэтому Болси убежал. И Лиза сейчас только подходит, вот она, не зацепляет, и Лиза дает Кокун, попадает в Альтека, дает по нему кушку, сразу же умирает Альтек, впрыгивает, но здесь Хекс Дринкер срабатывает, и вот она, Хаевская ульта, которая нанесла столько же урона, сколько Рамбл обычно наносит. Ну и после этого вторая Валкирия уже под другим углом, к своей команде прыгнул Хай, остался в живых. 6-4-4 у него статистика в этой игре, а начало было, по-моему, 0-3 даже, да? 1-4, я помню статс, 1-4-1, но вроде бы было 0-3, потом он разменял себя на килл с ассистом. Вроде даже 0-3 было, вот такой вот статс был у Хая, но к нему не привыкать. 15-15, ребят, 6-тысяч преимущество теперь у команды Флай, за счет как раз 6-ти вышек плюс. Ну ладно, там 2 вышки и 1-эксовские, они дают там 50 голды, по-моему, только, так что это утрированное, так я называю. Просто тут они больше шатдаунов снимали, они вроде бы сняли шатдаун с Элизой, шатдауна 2 уже сняли с Варуса, Варус был 5-0, уже 6-2, с него 2 шатдауна снято было. А шатдаунов на команде Флай и не было ни на ком. Вот сейчас, по-моему, Грейвс под шатдауном ходит по той простой причине, что он сделал трипл килл в прошлом файте. А Каркач, по-моему, больше 2 киллов вообще не делал в этой игре, ну, за раз. А, не, подождите, у него сейчас 5 киллов подряд, он же 1-4 был. Точно, 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 тыщ, 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 тыщ. Минус ингибитор на миде, бутлейновский ингибитор может сейчас отправиться хай сиджить, хотят поймать хая здесь на переходе, думают, что он будет переплавляться наверх, этот куст не заважен, Дижена вроде бы достаточно у команды, побежали на хая, хай нажимает Валкирию и не достает Сират, хотя у него был флэш, это репорт его. Сират мог достать, мог, 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 ребят. У него был флэш, он увидел Валкирию и решил не чейзить. Почему-то подумал, что будет еще и флэш от хая. А если бы они убили хая, могли бы потянуть время, хотя бы еще. Потому что вышка на топе, даже если бы упала во время смерти хая, ингибиторы-то остались бы в живых, у вас же было бы пятеро против четырех, а хай основной дэмэдж дилер сейчас. Хай, кстати говоря, не любит пистолет, я смотрю, револивер вообще не любит. В этой игре он сделал, похоже, билл, только добавил еще Стирак к своему Хиксдринкеру. Это никогда так не делайте, ребят, это неправильно. У вас будет пассивка, только одна прокать, не будет прокать. Стираковская и Хиксдринковская. У нас здесь финальная битва началась. В этой битве распличенная была команда Энви, и провели файт очень распличенно. Часть игроков фокусили Альтека, вторая часть Муна били, третья часть Болса, и в итоге никто не умер из команды Флая. А Флайевские, я вам уже говорил, они АОЕ-шат, им плевать, кто как, лишь бы оппоненты были вместе. Просто закастуем их спеллами, они подохнут. Так и получилось. 2-0. Флайквест начинает свое шествие по американскому ЛКС со счетом 2-0. Стирак и Маламортиус не собирайте вместе, ребят, они не работают. Статы будут давать, то есть Магрес будет у вас, лишнее ХП будет, но срабатывать будет только один айтем. Какой? Ну, чем вам снимут? Чаще всего Стирак будет срабатывать, потому что Стирак срабатывает, когда у вас снимают сразу 30% ХП, тогда срабатывает Стирак, а Хекс Дринкер срабатывает, когда у вас меньше, по-моему, 30% ХП. Срочно менять команду. Он второй год в этой команде. Мальзахар не Катька. Ну, Алекс, скажем прямо, победил один на один Хай на линии, правда, дальше что-то пошло не так. Все ульты давал в Болса. Какой был Шаут Колл, так и давал. На самом деле, честно скажу, Мальзахар Саппорт и должен давать ульты в Болса. Был бы, но Мальзахар Саппорт. Здесь же Мальзахар Абилити Пауэр. Второй, да, в КД будет уходить Вилпио за вопрос. Спасибо. Стирак, если срабатывает Маламортиус, уходит Стирак в КД. Если Стирак срабатывает, то уходит Маламортиус в КД. Так вот, чего я говорил? Я про что-то говорил перед тем вопросом. А, Мальзахар. Мальзахар в Абилити Пауэр, который играет, должен не тратить свою ульту очень долго. Он должен спеллами дамажить до определенного момента, а потом попытаться ультануть уже в расслабившихся оппонентов. Типа там зацепить Каркача, зацепить Альтека вот в этой игре, которая на Варусе. Грейвса зацепить в конце концов. Здесь, конечно, ультить в Наутилуса не стоит. Вообще не надо. Это ошибка. Так делать не на до. Так, давайте у нас тут посмотрим, что тут произошло. Вы заткнитесь, вы откройте рот. Сейчас мы картинку больше поставим. Да, тогда, кстати, здесь стрим надо на паузу пока поставить. У нас тут 2-4 уже. Я столько всего пропустил. Перемотал слишком вперед. Это на втором экране у нас... Блин, у них какие-то вообще странные разговоры. Размены. У них столько экшена было в первых минутах. Я хочу ФБ увидеть, как произошло. Ну и дальше посмотрим, просто поориентируемся. А игра-то идет еще? Игра, ребят, все еще идет. Но тут что-то базу уже ломают. ЦЛГшники. Вот, здесь 0-0. Видимо, где-то здесь будет килл сейчас сделан. Давайте быстренько по пикам посмотрим. Даршан у нас играет на Джейси на этот раз. Иксмити у нас играет на Лисине. Хухи взял своего единственного чемпиона, на котором он умеет играть. Дракона Аурелин Соло. Стиксай на Аше. Слава богу. Потому что что-то Варус мне его не очень понравился. И Афраму у нас на Зайре. Лаура сидит на танках и не вылезает. Так ему команда и говорит. Взял Наутилуса. Реновер на Казичи. Голден Глу на Ариане. Голден Глу, кстати, единственное, на ком умеет играть. Это на Викторе. Ну, это по моим впечатлениям. А Пиглет у нас на своем мейне. На своем мейне, чемпион мира, на Твиче. Хотя ему сделали мейна же не Твича, да? Насколько я помню. Пиглету. Ну, ладно. Мат у нас играет на корме. А где килл-то? Килл должен был произойти. А он что-то не происходит. Может, что-то вперед промотать. Вот, наверное, здесь это будет сейчас. Проиграл смайт войну. Даршан. Ой, так тут Даршан первый умрет. А, не-не-не. Тут Хухи вносит резонанс. И минус Рейновер. Дабл баф достается. А, там даже один баф уже остался. Лисину. Синий баф достается. Хухи очень быстро сротировался. Голден Глу не успел туда прийти. Ну, и дальше тут киллов сейчас не будет очень долгое время. Давайте перемотаем-то вперед. Там счет будет 1-2, мы видели. Впереди. То есть где-то тут будет размен килл в килл. Наверное, вот здесь сейчас что-то произойдет, нет? По Дрейкам никто еще драконов не забрал. Напоминаю, что в предыдущей игре победили Тим Ликвиды. ЦЛГшники как-то довольно слабо отыграли. Но Тим Ликвиды очень сильный состав. Мне не нравится такой их топпер. Ну, может быть, именно такой топпер им и нужен. Им не нужен хуни на топе. Им может быть нужен просто саппортящий топпер и все. А Пиглит тогда раскроется на полную катушку. Ульта! Моя плакать, говорит Реновер. А в этот момент Даршана, видимо, сейчас убьет. Да, Голден Глу выходит наверх. Шаром первым. Воу! Окей, окей, окей. Ну, это он nicely done. Реально, это очень красиво было сделано. Я еще хотел сказать, не успел ультануть, наверное, все. Теперь он бежит или как-то его будешь догонять. Но он дает шар на себя, флэшится вперед. Потому что кушка у него в КД, он не может и шар перенаправить никуда. А шар на себя вернуть он может при помощи этой Ешки, да, по-моему? Возвращает на себя, флэшится и стягивает. Так, да, так можно делать. И вот он счет 1-2, но CLG-шники при этом сломает вышку на миде. Это ФБ вышки, да. CLG, конечно, по объектам работает всегда хорошо. Так, 1-2, видимо, сейчас будет еще вышка. А, нет, о, битва была. Тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Еще дальше. Короче, это здесь будет. Не получилось CLG-шникам засиджить топ. Они не должны нажать рекор, потому что мы только что увидели, как они будут сражаться. А Фраму, ты куда? Вот, вот, вот. Отменил он рекол. И сейчас у нас будет битва. Хухи снизу, ломает вышку. И кто организует эту битву? Не знаю. Организует X-Mity. Попадает в Golden Gloo. Кидает Golden Gloo в Stixai, который отфлэшился от ульты Golden Gloo. Минус он. Цепляется Даршан там за игрочков. А здесь Реновера поймал Хухи. Дал по нему прокасты. Минус Казикс. У Казикса не было ульты. Он, видимо, ее где-то до этого тратил. Мы с вами этого не видели. Ну, мы в перемотке потому что смотрим. 1-4. Но мы знаем, что счет будет 2-4. Так что сейчас кто-то умрет из команды CLG. Видимо, пиглет под Энвизом. А, ну тут Stixai очень битый. Я догадываюсь, кто сейчас умрет. Хотя... Пиглет пока ничего не делает. Зацепили X-Mity. X-Mity отпрыгивает. Зацепляет в итоге Даршана. И Пиглет делает килл на Даршане. Да. Не получилось засейджить. Ну, потому что очень битый Stixai. Но Хухика здесь они не поймают. Ростки будут расставлены. Да, да. Все, Хухика они здесь не поймают. Это мы уже с вами видели. Игра, кстати, еще не закончилась. Мы теоретически можем попытаться ее догнать. Сколько мы отстаем по времени? А, нет, 20 минут многовато. Давайте поперематываем тогда лучше. 20 минут это многовато. Мы отстаем. Все же надо немножко ориентироваться, что здесь происходило. Как вообще к этому пришло. 2-2 будет размен. У нас 4-6 стал счет. И опять CLGшники, получается, начнут с победы, а потом отдадут где-то киллы. Знаете, Твичу вот так вот нельзя отдавать киллы. Твич один из самых сильных AD керри в лейтгейме, тем более под Кармой и Арианой. Мы тут с вами только тимфайты смотрим, но пока вот тимфайт этот не начался, скажу точно, что у CLG сильнее сетап в лейте. Очень сильный сетап. Непобедимый Казикс, неубиваемый Наутилус, божественные Ариана и Твич. По сравнению с CLGшным мид-гейм сетапом, где только Аша будет что-то делать. Ну, сейчас у нас будет битва, не волнуйтесь. Пиглит, под Энвизом бегает, но выпрыгнул отсюда Иксмити. Ульта, Ши летит, цепляет Рейновер. Ну, это даже неинтересно, говорит Рейновер. Пацаны, можно поиграть? Репорт Казикс, короче, ребята, 4-0 Казикс у нас. Правда, 4 смерти, 0 киллов, а не 4 убийства. Что-то вообще не прет игра у Рейновера. Его все находят, все убивают везде. Но мы знаем, что отомстят Team Liquid за эту смерть. Потеряли они на миде вышку, сейчас будет на туплейне вышка теряться. Лаура уже начал танковать. С другой стороны Иксмити прыгает, флешится, кидает голландонгулу во всех. Тот не успевает ничего нажать. Цепляется здесь за Иксмити Мат и Наутилус. Станчик, ну, Лисина убили, да. И цепляет еще Афраму, тоже убили. Ну, вот такие моментики, знаете. Вы вроде бы убили голландонгулу, но при всем при этом Твич остался в живых. Твичу достался килл и ассист, к сожалению. Наутилус там добил Лисина. Так бы могло быть 2 кила еще лишних для Твича. Ну, повтор мы смотреть этот не будем. Мы только что видели, это и так в повторе, считайте. Опа! Еще где-то килл сделают. Казикс поучаствует. Даршана здесь поймали. Он, кстати, почти сделал килл. А Казиксу почему ассист дали за это? А, Казиксу за прошлый файт дали ассист, я понял. Здесь, видимо, Твич пришел на ботлейн. Наутилус сделал инициацию. И чуть было еще Твич не умер от Даршана. Но это был мидгейм. А Даршан, как говорится, мидгейм Джейси, он такой сильный и есть. Да, ничего, ЦЛГшники придумать не смогли. Они на нашоры не пошли, потому что думал, что они на нашоры сейчас пойдут за это. Но нет, они просто идут на Дрейка, а за Дрейка воевать не собираются. Ну, перематываем дальше. 6-7. Опять какие-то размены килл в килл. Давайте поглядим, где это будет. Очень близкие у них размены. И ставлю на то, что ЦЛГшники проиграют эту игру. Я не знаю, как она закончится, хоть мы и смотрим в повторе. Но очень похоже на то, что они не смогут выиграть. Все деньги складываются у ЦЛГшников не на Аше, а складываются на Ауреллен Соле. А там все деньги на Твиче складываются. Что-то как-то вообще все идет плохо. Ауреллен Сол это не Ассасин, ребят. Это медленно дамажащий чемпион Даршана ловят. Хук по нему идет. Даршан откидывает. Пиглет начинает дамажить. И Даршан делает ол-ин в Пиглета, а Лаура каким-то образом не танковал. Килл в килл. Да, вот он этот килл в килл. Твич на ботлейне отдал шатдаун. Но, кстати, без Твича можно подсиджить теперь ЦЛГшником вышку. Нет? Нет. Нет. Нет, сказали нет ЦЛГшники, потому что Ауреллен Солс реколился. Ну, ладно. 6-7. Все еще 6-7. И Твич наверху, так что здесь не будет сейчас битвы. Никакой. А вот тут уже что-то сейчас будет, судя по всему. Просто растения там убили. Ну, много ХП потеряли по превьюшке смотрю просто. Что-то происходит. Тут Хухика ловят. Он прогуливался, видимо. Пришлось ему потратить флэш. А здесь у нас фейс-чек от Голден Глу вместе с Рейновером. И их убивают. Какой классный пинок прямо под Даршана. Но у Рейновера в этот момент, прямо в этот момент ульта была. И он ее нажал. Пиглет останет. Пиглет пытается поддамажить Хухика. Но остался в живых. 6-9. Хук мимо. Кстати говоря, если бы он Хук сейчас попал, мне кажется, он бы там и остался. Этот Наутилус. Странно, Лаура сейчас это сделал. На Нашора пошли ЦЛГшники и все. Мы даже, будучи в повторе, не увидели, как умудрилась Ариана с Рейновером фейс-чекнуть те кусты. И зачем они вообще там что-то делали. Когда в этот момент их команда убивала Даршана. Они отошли. Вернулись назад. Пошла ульта. О боже мой. Метод Прометея убегания по прямой не работает против ульты Аши. Голден Глу. Велком. 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 Да. Голден Глу, он такой, ребят. А этот стан мне понравился. Пиглета зацепил. Пошел дэмэдж. Но не было у Хухи ульты, чтобы Пиглета добить. А дэмэджа флатового не хватило. С Нашором. Пушат ЦЛГшники. Хухи разгоняет большой свой стан. Но команда не успела еще засиджить этот вейв. И поэтому просто так потерял свой разогнанный стан. Но все равно они забираться будут наверх. Потому что, знаете что? Пиглет где-то был в другом месте. Пиглету неинтересна эта игра. Он фармил снизу там големов, я так понял. Вместе с Наутилусом, причем он фармил их. Два игрока оказались не на базе. Быстренько им сломали одну сторону. И сейчас быстренько будет подниматься на вторую сторону. Потому что никто об этом вейвить-то не позаботился почему-то. И тут гигантский вейв собрался. Из 20 задних мопцов. Ну ладно, их не 20. Их 9 всего было. Ну вот сейчас хотя бы Дефенд сработал. Пиглет пробегает. Ульта! Вау! Голден Глу! Правда никого не убили? Блин, я не знаю. Как так может произойти? Как так может произойти? Ребят, вот как? Вот вы верите в это? Что ульта по трем игрокам? У вас расфиженный Твич начинает стрелять. А никто не умирает. Причем ульта не по танкам. Нет у ЦЛГ танков. Как? Они еще игрока потеряли при этом. Посмотрите. Шар поставлен. Стяжка. Стягивается. Три игрока. Сразу же идет ульта Твича. Но Зайра всех их останавливает. Рейноир впрыгнул. Его тут же убили. И Ксмити выпихнул ногой. Потом погоню из Наутилуса состоящую. Божь ты мой. Ну серьезно. Мне кажется. Вот я помню. Я смотрел. Кстати, давно не выкладывали на том. Каймош канал забанен был. Короче, есть канал на Ютубе. По Лиге Легенд посвященном. Там Гуэс Ху Уинс. Или как-то так он называется. Там надо угадывать, кто выиграет тимфайты. И если бы в том ролике показали начало тимфайта, где стоит вот Твич вот в таком же месте, ульту Арианы, ну и показали бы все те же айтемы, все те же самунирспелы, которые есть. Я думаю, там больше 100% людей проголосовали бы за то, что победит. А голосование было бы как Единая Россия. Все проголосовали бы, что победят Тим Ликвида в этом тимфайте. Но вот то, что они никого не убьют и еще потеряют при этом игрока, это вообще что за бред. То есть, теоретически, ЦЛГшники даже выиграли этот тимфайт. Они же убили игрока, убили. Сриколились и с Нашором сломали сейчас ботлейн. Нормально, нормально, нормально. В плюс, в плюс. Дрейка еще по пути забрали, кстати. Такая чушь. Ладно, 9000 отставания. Ловится здесь Хухик. Хухик тут же дает свою ульту в ответ. Стяжечка идет от Арианы, но только по одному Хухику и как бы все. Как бы можно теперь сиджить. Но решает отойти у Даршана Маламаны. Решает отойти от ЦЛГшники. Хухик просто сриколился, потому что не хочет умирать. Хотя по мне, могли они сейчас сиджить дальше. По той простой причине, что без Ариановской ульты никто их не стянет против Твича. То есть, Твич убивает только если кто-то примет внимание на себя. Но Утилус не может этим заняться. Его просто все игнорируют. Он дает Хухик в кого-то, и вот этот игрок только и не может бить. А все остальные его игнорируют. А, ну вот, они отошли, похилялись немножко и вернулись. Все, все, все нормально. Теперь я их понял, логику. Дождались они Хухика. Ульты все еще нет у Арианы. Она еще не откатилась и быстренько ломает ингибитор. Лаура не случилось сломать ингибитор все же. Но ульты у Арианы нет, но это мы с вами знаем, что ее все еще нет. А вот ЦЛГшники знают ли, что она еще в КД? Еще 15 секунд она будет в КД. Не-не, они боятся уже все-все. Даже 5 секунд уже до ульты Арианы, говорят английские комментаторы. Главное к шару не подходить, кстати говоря. Видите, вот этот шар лежит? Только сюда и можно ультить. Так что, ой-ой-ой-ой-ой-ой, здесь какая-то неудачная инициация пошла от команды ЦЛГ. Они потеряли Лисина, который так и не ультанул. Ульта, стяжечка по Хухе. Хухе отфлэшивается. Он тоже умирает. Стиксайя ловит. Стиксайя пытается разогретым подамажить, но ему этого не хватает. Джейс дает дэмэдж, но ему тоже не хватает урона. И Тим Ликвиды минусуют трех игроков. И даже не потеряли ни одну из этих выжек. Они обе очень-очень битые, но, конечно, контроль карты потерян полностью. Не забывайте, что если вам Нексус бьют, то появляющиеся ваши мопцы, они начинают защищать Нексус в приоритете. Поэтому они не бегут на свою линию. Как это произошло-то? Почему Лисин не ультанул? Лисина подкинули. Лисин... Что-то я не понял прикола. Он на кушке, по-моему, впрыгнул. Ой, то есть на W, по-моему, впрыгнул в этого... Кто там был, короче? Я не знаю. В JC, по-моему, там Джейс был, да? А Джейс в этот момент отфлэшился, и получился вот такой бред, что Лисин оказался внутри, а ультануть так и не может. Но Тим Ликвиды сейчас очень сильные. Уже 33-я минута. По айтемам есть вот став. Три айтема Ариана. Три айтема, уже четвертый собирается. Твич. На Утилус три айтема довольно танковый. Казикс. Ну, честно сказать, у Казикса нихера нет еще. Вообще пустой. Мне кажется, Казикс сейчас бы умер от любого игрока на этой карте. Ну, ладно, он Зайру бы, наверное, убил. Хотя и то, понимаете, у Зайра есть экзост. И то не факт. Надо с ЛГшником как-то найти 4-1 пуш или 3-1-1, но 3-1-1 они не могут себе сделать. Вот 4-1 могут сделать, а Хухи может сейчас в наглую летать в соло. Потому что, ну, такой чемпион, ребят. Но решает СЛГшники пойти на Нашора, который через 27 секунд апнется. Он для этого сначала Краба забирает в пятером. Сейчас Вижен еще расставит. Пинк Вардов у них есть. Уловит здесь Икс Митти, но у Икс Митти была банши, поэтому он не станется. Просто приблизился Лаура на полпути к нему, а вот Икс Митти никуда не сдвинулся. Ну, Тим Ликвидам надо рисковать. А что им тут не рисковать? Если начнут СЛГшники делать Нашора, Тим Ликвиды могут в наглую туда бежать внутрь и сливать сразу Казикса и Наутилуса, чтобы Голден Гулу мог ультануть по двум игрокам хотя бы. А Пиглет тогда уже заденает оставшихся. То есть у Тим Ликвидов очень сейчас все сильно. СЛГшники, походу, они поняли, в чем проблема. И сейчас реально у них паника, потому что... Ну, как воевать против Твича расфиженного? Твич флешается, но что-то Пиглет какой-то муть сделал, но Хухика они все же убьют. Стиксай, попадает ульта! Лисин прикрывать его пытается. Ультой выпихивает Голден Гулу, но Стиксай при этом все равно умирает. По-моему, там догорит. Нет, не догорит, не догорит. Красный баф у него есть, у Стиксай, поэтому у него реген очень высокий. Под этим регеном он от яда Пиглета не догорел, но это минус Хухи. Хухи был пойман Пиглетом, но Пиглет без саму нерок остался. Кстати говоря, это может плохо аукнуться. И Лисин у нас с Майт Войну будет играть против Казикса. У Лисина есть ли ворды? Вот неизвестно. Пока пошла просветочка. Просветка дает немножко вижена. Лисин с этой стороны пытается заходить, вместо того, чтобы сверху. Дает кушку в Казикса. Он хочет прыгнуть, походу, и Казикса выпихнуть. Поднимается Лисин по верху, прыгает, и проигрывает Смайт Войну. Прыгал на флэше. Ну ладно. Можно, да, передохнуть немножко. Ну, перематывать я уже не буду, потому что здесь хорошие, хорошие уже файты. Приятненько такое смотреть, уже экшен идет. Ингибитор снизу апнулся. И дракона срывается. ЦЛГшники очень быстро его забирают. Казикс туда бежит, но найти пока... Да, да, тут сначала надо кусты все прочекать. В общем, это размин получился. Нашорана этого дракона, и по времени они будут примерно одинаково держаться. Плюс, не забывайте, у ЦЛГшников три таких дракона. Смотрим еще раз на этот файт. Под Ириановским щитком и щитком от кармы Пиглет влетел в Хухи. Хухи не хватило дэмэджа, чтобы его ваншотнуть. Ну, он не ассасин, я уже про это говорил. И Пиглет просто развлекался. Кстати, не кританул Пиглет в конце, видели? Он нанес 183 урона по АШ, которая отфлэшилась. Это был как раз не крит. Если бы кританул, у него три айтема на криты, кто не видит. Это не 100% криты, это, по-моему, 70, да, если я не ошибаюсь, 70% критов. В 30% в общем Стиксай попал, и там было 183 урона, а не 380, как до этого он бил. Да, и больше критов не будет. Вот QSS у него будет, и Боттерк будет у Пиглета. Ну, с Боттерком у него больше урона станет по всем вообще пацанам здесь. Ну, и плюс с QSS он будет сочетаться очень хорошо. Два айтема на лайфстил. Под щитками Арианы, но без Ласт Виспера. Ну, как бы, а зачем Ласт Виспер, ребят? Тут единственный армор это Джейс собрал, Нинджа Таби, Дага. И единственный армор еще есть у Лисина, но Лисина это не та цель, которую ты убивать собираешься. С Нашором боятся тем Ликвидой воевать, потому что 3 есть баф супер дракона у команды ЦЛГ, и он тройной, потому что у них 3 было этих дракона. Это значит, в 3 раза больше урон будет трудомажно наноситься, заходит наверх, напоминает, тут открытые ингибиторы, заходит наверх, бьют по ингибиторам, W снимает бандши с X-Метти, Твич уже выцеливает себе, заходит со спины. Лаура какую-то вообще неуверенную кушку дал. Ни туда, ни туда не попал, то есть ни в игрока не целился, ни приблизился, не пытался как будто. Карма отошла, если бы знали ЦЛГшники, что Карма отошла, они бы сейчас забежали наверх и сломали ингибитор, но они этого не знают. Вижена недостаточно, сверху там пингворды стоят у Тим Ликвидов, и ЦЛГшники не могут подняться наверх, вслепую это опасно. Тем более, что они не знают, где Твич. Но я ставлю, что Тим Ликвиды победят. Они сейчас дождутся, просто когда закончится этот дракон. А, все, он закончился, да? Или нет, подождите. Не, он еще держится. Просто мне на секунду показалось, что он пропал, вроде бы. А, тут я понял, у некоторых игроков пропал, а у других не пропал. Он же как баф, а баф держится. Ну, просто можно же взять мастерку на более долгие бафы. И многие Адекери, кстати, берут себе более долгие бафы, кто не знает. Там, потому что варианты либо взять печеньку, по-моему, да? Там печенька, более долгие бафы. Ловит Лаура, но это не та цель, которую надо ловить. Да. Только мне показалось, что они даже щиток снять с него не смогли. А теперь ответ от Лауры. О, Стик Сайя, ужасное позиционирование, это ГГ. Или отфлэшивается Стик Сайя. Жив, Твич, выходит, в Твича прыгает Даршан. Твич расстреливает сколько может. Дэмэджа ему не хватило, чтобы убить. Но достаточно урона, чтобы убивать уже Зайру и прогнать просто всех целогашников на бэк. А если они будут неудачно реколиться, Твич их может еще найти и убить. Но, правда, Твич здесь пинк нашел. Да, ребят, 2-0, скорее всего, будет. Не вижу, как целогашникам здесь выиграть. Что пошло не так у целогашников? В прошлой игре ужасно Хухи играл на Каркаче. Просто ужасно. По сравнению с Хайем он вообще какой-то ребенок был. Не такой уж хороший Икс Митти в лейтгейме оказался и в этой, и в той игре. И Стик Сайя не показал ту игру, которую я от него ожидаю. Хотя вы видели, что Стик Сайя вместе со Сникой ставили в Тир-1 Джан... Тир-1, извините. Адекерри, сами Риудские аналитики. Ну, и я их тоже ставлю в Тир-1 Адешников. Ну, в этой игре и в прошлой на Варусе ничего не делал. Ужасное позиционирование было в ластфайте от Стик Сайя. В общем-то, из-за него-то они и проиграли файт. Не сломали ингибитор никто из команд. Вот, видите, до него даже флешиться не надо было. О-оу! Я сейчас увидел, как Голден Глу ультанул. В Тимфайте я подумал, честно, я подумал, что Голден Глу просто не ультанул, потому что отфлешился Стик Сайя, он типа не успел. Но это была Голден Глу ульта. Настоящая Голден Глу ульта. Немножко он вокруг себя просто поле создал. Но зато он умеет ультовать с флеша. Может, ему так и надо играть. Ульт с флеша всегда нормально заходит. О-оу! Тем временем Казик за третьего итема добрался. Поздравляем его. Там просто Лисин уже давно может фулл билд сделать, но он тут пинг ворды по КД покупает, потому что больше некому покупать пинг ворды в команде, кроме еще саппорта, чтобы твича ловить по КД. Вот поэтому... Кстати, зря, мне кажется, Лисин оставляет простые ворды. Могли уже красные тринкеты все купить. Против твича лучше всего красные тринкеты покупать и их тоже тратить вечно. Они у вас бы откатывались 30 секунд, да? 30 или 40 секунд, я вот не помню. Там какой-то такой низкий тайминг у красного тринкета. Вы бы их смогли тратить и постоянно контролировали бы твича. Ну, знали бы, где он находится. Ну, и пинг ворды еще. Против Эвелинки это тоже хорошо работает. Но вот здесь Тим Ликвиды пользуются тем, что простые ворды все еще у Даршана и Хмитти. Но Хмитти сохраняет простой ворд, чтобы чаще прыгать, хотя у него есть Сайдстоун в джанглерском айтеме, минус Тиксай. Все. Хмитти, конечно, поможет, убьют твича, но не знаю. Ариановская ульта, да. А где? Подождите, там кто-то телепорт вроде жал. Да, Даршан прилетел и сразу умер, я понял. Ну, кстати, Реновер сделал дабл килл и Реновер мог сделать трипл, но не получился. Ну, вот как бы и все. Твич пришел в лейтгейме, порядок навел, ваншотнул Стиксая за секунду. Пришлось с ЛГшником несколько еще секунд сражаться без Эдекерри. Да, они убили твича, но при этом потеряли очень много ХП. И даже такой игрок на Ариане может выигрывать на чемпионате ЛКС Америки. Такие дела, ребят. Такие дела. Бывает. Ева раскрывает, Ева раскрывает. Красный тринкет раскрывает, да, да, да. Раскрывает. Красный тринкет и твича раскрывает. Я почему говорю про красный тринкет? Пинг ворды это просто, чтобы вы контролировали карту лучше. Он его не видит, ребят. Подождите. Сейчас там начнется, что я не знаю, что есть инвиз и есть камуфляж в игре. Конечно же я знаю, что есть невидимость и камуфляж. Просто за счет пинг вордов вы можете контролить карту лучше. Вы лишаете вордов оппонентов. и все 266 казикс импакт да а красный тринкет всегда раскрывает все передвижения невидимых целей и невидимых и в камуфляже шака тоже видит инвиз у нас у кого сейчас у шака и у твича пинг против них не работает а еще вейн пинг против них не работает зато работают красный тринкет но пинг нужен на против твича чтобы контролить боковые все это штучки но вы поняли короче ладно чего у нас тут надеюсь у нас уже баны пике у team dignitas что мы смотрим ребят вопрос team dignitas смотрим так мне нужен был сайт где он тут вот он страйв пул креет пул давай давай team dig против кого не там играют то боже мой феникс по-моему да не p1 ой versus p1 либо мы смотрим кто у нас здесь будет играть факсы против имморталов но 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 факсы против имморталов сразу не стартуют их придется ждать еще проголосуйте кого хотите но я так как по порядку проголосую за эту сторону сейчас я скопирую и скину сначала на гудгейме у казикса еще инвиз да про казикса забыл конечно же еще у казикса инвиз твич вот твич сюда щаски на ребят вот так вот проголосуйте пожалуйста а и мы тогда решим здесь уже ребята с база выходит а где звук-то а вот звук его отключал просто кстати рингар пробрался через бан и пике тут игра еще не начнется тут игра 15 минут еще но не ладно не 15 что евро у нас же мы можем промотать ближе к началу еще вот минута до старта сейчас быстренько увидим за кого голосуете ну да вы хотите по порядку просто смотреть тем дигнет sp1 хотя тут начинает голосование выравниваться но все равно здесь наверно мы останемся у да у окали еще не парься парень да я не парюсь спасибо и саевс и саевс спасибо я сильно не парюсь просто иногда я очень воспламеняющийся стример меня очень легко довести я конечно не карина но есть такое энви сегодня будут еще не сегодня больше энви не будут здесь у нас рюки не сам дэй кстати говоря сам дэй я даже не помню что сам дэй в команде дигне тос будет они плохого себе топера они прикупили или ты не сам дэй это это же кореец тот самый да это 2s сам дэй это он тот самый кореец и зик у нас играет о ней мне плевать на ваше мнение ребят не сильно плевать но первую игру мы точно посмотрим здесь потому что здесь сион ребят ну сиончик так я тогда выключаю сейчас это